Добро пожаловать на лекцию, на которой мы установим Kali Linux внутри VMware, рядом с Ubuntu. Чем отличается Kali Linux от VMware? Что надо скачать готовую виртуальную машину, не надо ее устанавливать. Мы идем в Google, пишем Kali Download, заходим на их официальный сайт, выбираем виртуальную машину и они нам предлагают уже готовую виртуальную машину под VMware. Мы уже скачивали под VirtualBox, сейчас мы скачаем под VMware и проимпортируем эту готовую виртуалку внутрь нашего VMware. Мы даже не будем импортировать, мы просто там откроем. Я скачал заранее этот файл, чтобы нам не ждать два с половиной гигабайта того, что он скачивает, это довольно долго и он запакован в 7-zip. 7-zip это как Winzip, зазипованный файл. Я иду на сайт 7-zip, это бесплатный открытый формат, и ищу MSI 64-битной версии. Скачиваю вот этот вот 64-битный MSI и устанавливаю на мой компьютер. Это законно, бесплатно, у них там открытый source код даже, исходный код. После того, как я установил, мне надо открыть программу 7-zip, 7-zip-менеджер. Я нажал старт внизу и пишу 7-zip-менеджер, и иду в ту папку, где находится мой файл, в папку Downloads. То есть я указываю архиватору, где находится зазипованный, заархивированный файл. See users, имя пользователя, Downloads. И мы ищем 7-zip, Kali Linux, VMware, 7-zip. То есть у него жесткие диски по стандарту VMware, все настройки на VMware, и мне надо эту папку распаковать, то есть эту папку вытащить. И я ее перетягиваю, и он ее распаковывает, и мы видим внутри файлы VMDK. Это жесткий диск этой виртуалки. Уже все установлено. Он просто взял один большой жесткий диск и поделил на много маленьких файлов, чтобы было удобнее копировать. А файл настроек VMX. Можно сделать дабл-клик на этот VMX, и он его уже сам откроет в VMware, потому что этот формат, это расширение VMX связан с VMware. Или я могу пойти и нажать внутри VMware Open Virtual Machine, открыть уже готовую виртуалку, которую мы скопировали с другого места. Это то же самое, как сделать файл Open. То есть мы не будем устанавливать, мы не будем создавать новую виртуалку, а потом диском все устанавливать, мы откроем существующую виртуальную машину. У этого способа есть большое преимущество в том, что все намного быстрее, можно просто открыть и включить. Ничего не надо ждать, устанавливать, настраивать, там драйвера подгонять. Все настроено, и мне дали готовый жесткий диск. Недостаток этого способа в том, что, кстати, я сейчас нажму Enter, чтобы он там пошел дальше. Недостаток этого способа передавать готовые виртуальные машины, кстати, имя Kali-Kali. Недостаток этого способа в том, что очень большой файл скачки, два с половиной гигабайта надо скачать, и то, что я не могу кастомизировать, подгонять его под свои нужды. Но преимущество в том, что у меня уже все готово, драйвера установлены, и мне не надо ни с чем заниматься после установки. За меня все подошло.